Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Челны ТВ. В студии Валерия Новожилова и Коротко о главном. Первый этап гидравлических испытаний завершен. Во всех ледомах появилась горячая вода. От Гостева до Усманова в набережных Челнах продолжается капитальный ремонт и строительство дорог. Последние звонки прозвенели, летние каникулы начинаются. Какие мероприятия подготовили для школьников? Музеи, аттракционы, отдых у воды. Как организовать себе отпуск, не выезжая из города? Остались без горячей воды дольше положенного срока. В набережных Челнах завершился первый этап гидравлических испытаний, который стартовал 11 мая. В связи с работами в 256 объектах отключили воду. Меньше чем через неделю горожанам вернули блага цивилизации. Вот только не всем. В нашу редакцию обратились жители 25-го комплекса, которые около двух недель ждали горячую воду. В связи с капитальным строительством теплосетей в районе торгового центра «Авроры» у теплоэнергетиков не было возможности досрочно возобновить подачу горячей воды в 22-м, 23-м, 24-м и 25-м комплексах. Поэтому греть воду челнинцам пришлось в кастрюлях. Холодно было. Кастрюльки грели. А сколько воды не было? Две недели ровно. Вот только сегодня дали где-то, и то идет желтое невозможно. Человек быстро к хорошему привыкает. Нет воды, приходится с кастрюльками бегать. Невозможно ни искупаться, ни посуду помыть, да и руки просто помыть во время работы. Ну, с 11-го и по 24-й. Сегодня включили. Но она, правда, рыжая идет. Также причиной задержки стали выявлены и повреждения трупа. Пояснили в НЧТС. Подачу горячей воды возобновили 25-го мая. На сегодня остаются неподключенными дома 24-02 и 24-03. Работа по устранению повреждений продолжается. Первый этап у нас шел с 11-го мая по 24-е число. К сожалению, по объективным причинам я заранее приношу извинения жителям 22-го, 23-го, 24-го комплексов, которые самые последние получили горячую воду. Тем временем в понедельник стартовал второй этап опрессовки. Было обнаружено 7 повреждений на сетях. Специалистами НЧТС продолжается работа по их устранению. Во многих домах Замеликесия горячая вода отсутствовала всего один день. После устранения повреждений она поступит во все многоэтажки поселка Зябь. Стоит отметить, что в рамках ремонтной кампании будет проведен второй этап реконструкции тепловода по Сармановскому тракту. В связи с этим планируется дополнительное отключение горячей воды в комплексах 17А-17А3 поселка Зябь. Арина Шамина, Кирилл Хабзей, Новости, Челны ТВ. Жителям поселка для многодетных подсолнухи нужна помощь. 23 мая в пристройке на их участке случилось короткое замыкание. Огонь перекинулся и на дом. К счастью, никто не пострадал, но сельчане потеряли все свои имущества. С погорельцами встретился Руслан Бекмухаметов. Обломки, по которым я сейчас иду, некогда были курятником, где, по словам хозяйки, произошло короткое замыкание, из-за чего и возник пожар. А уже отсюда огонь перекинулся на главное здание, где в это время спали челнинцы. Утро 23 мая у семьи Вафиных началось криков и стуков в дверь. Вспыхнувший курятник первыми заметили соседи молодой семьи. Супруги первым делом бросились спасать животных, но пламя сильно разгорелось и перекинулось на дом. Тут все уж вот это вот снесли, вывезли металл, то, что сгорел. Крыши там дома нету, коробка только осталась. Где вы сейчас живете? У родственников, сегодня у одних, завтра у других. Нам сейчас требуется любая помощь. Большая часть дома пострадала от воды при тушении, поэтому жилье можно восстановить. Супруги уже начали ремонт, но их средств недостаточно. Кроме жилья, семья потеряла и личные вещи, одежду, мебель. Чтобы помочь погорельцам, можно обратиться по телефону, который вы видите на экране. Руслан Пикмухамедов, Сергей Вильданов, Новости Челны ТВ. К другим темам. От Гостева до Усманова. В набережных Челнах продолжается как капитальный ремонт дорог, так и строительство новых. К примеру, напротив торгового центра «Омега» появится кольцо. Этот участок для автолюбителей был одним из самых неудобных, и нередко здесь случались ДТП. Эльмира Гайнудинова продолжит. Самые масштабные работы проводятся на улице Гостева. Обновления произойдут на отрезке от улицы Аэродромной до Батынчука со строительства моста. Он соединит поселок ГЭС в Замелькесе. В перспективе в молодом микрорайоне будут проживать свыше 50 тысяч человек. Это население всего Заянского района. Строительные работы стартовали в прошлом году и до октября текущего должны быть завершены. Данная автомобильная дорога будет расширена до двух полос. В каждом направлении с обоих сторон будут обустроены пешеходные тротуары, соответственно, мостовой переход. В настоящее время работы выполнены на 63%. Активно работаем, находимся в графике. Активно работают строители на проспекте Дружбы народов от проспекта Мира до Чулман. Дорожное полотно обновлено на 30%. На эти цели выделено около 250 миллионов рублей. В ходе проведения ремонта проезжую часть расширят до трех полос. Вдоль проспекта Дружбы народов со стороны 31 комплекса обустроят тротуару, установят новый опор, освещение и многое другое. Кроме того, появится кольцевое пересечение проспектов Дружбы народов и Сюмбике. Это место концентрации ДТП, которое исчезнет с транспорта и карта автограда. Третий, не менее важный проект – реконструкция дорожного полотна на улице Хайер. По состоянию на сегодняшний день выполнение работы находится на отметке 16%. По государственному контракту до 24 октября мы должны провести эту работу. Она предусматривает расширение до двух полос в каждом направлении с обустройством разделительной полосы и наружным освещением. Продолжится капитальный ремонт улицы Шамиль-Усмановой. Это одна из самых длинных улиц в Челнах протяженностью более 7 тысяч метров, которая проходит через все три района – Автозаводский, Центральный, Комсомольский. Реконструкция стартовала еще в 2017 году и проводилась поэтапно. Так, в этом году обновится участок от Дружбы народов до улицы Академика Королева. На его изменения потратят 100 миллионов рублей. Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов, Новости Челны ТВ. Капитальный ремонт ведется и в медицинских учреждениях города. Так, в Челнах продолжается реконструкция инфекционной больницы, а также строительство фельдшерско-акушерского пункта. Все это в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом журналистам сообщили во время брифинга в кабинете министров Татарстана. Капитальный ремонт инфекционной больницы стартовал в 2018 году. Уже обновлены блоки Б, В, ведутся работы в А, на очереди блок Г. Введенные санкции и ограничения никак не скажутся на качестве и сроках, отметили в Министерстве строительства Татарстана. Это касается всех медучреждений, в которых проводится модернизация. Программы, которые приняты на 2022 год, не корректируются. Лимиты все утверждены на все объекты, здесь сомнений нет. То, что мы в срок и с тем качеством, которые были заложены в проектной смертной документации, объекты будут выполнены. То, что касается импортных строительных материалов, мы максимально ушли на российские производители. Кроме того, в начале июня в набережных Челнах начнется возведение фельдшерско-акушерского пункта на проспекте Залесном. Планируется, что в медучреждении окажут доврачебную помощь, проведут различные профилактические мероприятия и многое другое. Помимо обновлений медучреждений и строительства новых, решается и вопрос с кадрами. Мы строим социальное жилье непосредственно. В 2021 году это было открыто в набережных Челнах дом. В 2021 году также был открыт многоквартирный дом на территории РКБ, в котором наши медицинские работники получили более 100 квартир. Кроме того, приезжие медработники из других регионов могут рассчитывать на гаранты республики в размере 800 тысяч рублей. И если специалисты приедут в набережные Челны, муниципалитет города выделит им еще 200 тысяч. Эльмира Гайнудинова, Новости Челны ТВ. Что делать бизнесу в современных реалиях? Когда решится мусорная реформа? Конкурсы для предпринимателей? Такие темы обсудили на пресс-конференции в ТПП. Бизнес-тренеры поделились своими планами по развитию предпринимательства в Челнах. Подробнее о сюжете Руслана Бекмухаметова. Одной из главных тем обсуждения на пресс-конференции в ТПП стала мусорная реформа. Программа, стартовавшая в 2019 году, должна была улучшить экологическую ситуацию. Однако, по словам предпринимателей, вместо этого регоператоры пользуются своим монопольным положением, действуют строго в своих интересах. Они не дают возможности выбирать способ коммерческого учета твердых коммунальных отходов. В 2021 году мы в марте активно включились в этот процесс. Процесс шел и раньше, потому что мусорная реформа уже больше пяти лет. И там каждые пять лет должны нормативы пересматриваться. И в том числе благодаря вашей поддержке я считаю, что лед тронулся. Я не хочу возвращаться к тем событиям. Были письма написаны в очень много уровней, очень многим адресатам. Начиная с республики и, естественно, Российскую Федерацию. В рамках декады предпринимательства и в преддверии Дня защиты детей пройдет мероприятие День юного предпринимателя. Это будет серия мастер-классов для челнинцев от 10 до 17 лет. В первую очередь это будет тема по нетворкингу, как заводить знакомства. Здесь, конечно, это основа того, чтобы, в принципе, научиться заводить контакты и быть комфортным в плане освоения любых новых базовых вещей и заведения новых контактов для предпринимательства. Кроме того, в городе пройдет конкурс «Лучший бизнес-тренер». Конкурсанты будут соревноваться в сфере детского бизнес-образования, управления проектами и персоналом, ораторском мастерстве. Руслан Бекмухаметов, Айдар Муси, Новости Челы ТВ. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Ах, дорогая, хочется чего-то вкусного, сытного, да побольше мяса. Ну тогда, дорогой, нам в кафе «Артфуд». Это уникальное уютное заведение для истинных ценителей мясных блюд на мангале. Здесь объединены лучшие традиции восточной и европейской кухонь. Так давай позвоним, забронируем. Зачем же звонить? Поехали скорее! Мужинствоительная 2Б. Работают ежедневно с 9 утра. Вы смотрите новости на канале Челны ТВ. Мы продолжаем. С 1 июня начнут работу загородные и пришкольные лагеря. В этом году планируют организовать отдых и оздоровление для 20 тысяч ребят. А школьники старших классов смогут существенно поправить финансовое положение. Желающих подростков готовы трудоустроить. Подробнее расскажем далее. Школьные будни закончились. Впереди длинные летние каникулы. Для детей традиционно организовывают пришкольные лагеря с развлекательными и культурными программами. Игры, состязания, посещения спортивных и культурных учреждений, концертно-развлекательные мероприятия. 10 800 детей планируется организовать их отдых в пришкольных лагерях. И порядка 9 090 детей – это организовать отдых в загородных лагерях. На сегодняшний день все пришкольные лагеря готовы к организации работы с 1 июня. При школьных лагерях смогут отдохнуть и дети переселенцев из Мариуполя, сообщил начальник управления образования и по делам молодежи. Ребят постарше трудоустроят. В этом году в качестве потенциальных работников более 2800 юных челнинцев. Уже заключено 11 договоров с предприятиями города, которые готовы принять подростков на работу в летний период. В бюджетных организациях они будут работать всего 2 часа. За это получат 5 700, 5 800 примерно заработной платы составят. Это сделано для того, чтобы как можно больше охватить подростков, чтобы они были заняты. Те дети, подростки, которые будут работать на других предприятиях, заработная плата у них будет от 16 700 рублей, уже в договоре указано с теми работодателями, с которыми мы заключили. И плюс 2250 рублей – это материальная поддержка. Большая часть подростков будет участвовать в благоустройстве, зеленении города, помогать ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, пожилым, работать подсобными рабочими и курьерами. В данный момент идет оформление на работу в июне. Заявление подает через портал «Работа в России» с помощью личного кабинета ВИСИА и через школы. Лилия Хабибьянова, Сергей Вильданов, Новости, Челны ТВ. Из-за закрытия воздушного пространства россиянам проблематично отправиться в отпуск на дальние берега. Даже в открытые страны, ведь цены на авиабилеты выросли в разы. Но ведь и в родном городе можно найти много интересных занятий. В набережных Челнах активно готовятся к летнему сезону. Лилия Агатина расскажет, какие развлечения доступны для челнинцев. Летний сезон вот-вот начнется и на набережной Тобеева вовсю готовятся к приему первых посетителей. По словам владельца пляжа, отдых на берегу Камы организуют не хуже, чем на южных курортах. Грильдомики, шузлонги, катамараны, а также развлекательные программы для детей и взрослых. Сейчас я готовлю новый проект. Сейчас модное направление, есть такой глэмпинг. Это некое подобие отеля, который расположен на каком-нибудь красивом месте, с красивым видом. Там такие треугольные домики в стиле афрейм с панорамным остеклением, с видом на Каму. То есть они рассчитаны где-то на два человека, ну плюс пару детей еще можно с собой. Для тихого, спокойного такого отдыха, соединения с природой. Отдых возле воды, конечно, не единовременное развлечение. В городе немало и культурно-развлекательных мест – театры, концертные залы, галереи и музеи. Работают постоянные экспозиции, на которой мы сейчас находимся, на которой можно подробно узнать об истории города Набережной Челны, о строительстве КамАЗа, о строительстве нового города и подробно об истории Великой Отечественной войны. Также можно организовать экскурсии по городу, автобусные экскурсии, пешеходные экскурсии. Кроме того, представители историко-краеведческого музея организуют различные мастер-классы. Например, челненцы смогут поработать на гончарном круге, украсить посуду или сделать открытку в технике с карбукинг. Мастер-класс под качество. Здесь можно соткать оберег из трав, декупаж, оформить кружечку, сделать ее необычной, памятной. Также у нас есть роспись по ткани, оформить свою, например, какую-то вещь, например, футболку или кроссовки. Ну и, конечно, не стоит забывать об аттракционах. В Набережных Челнах два больших парка с каруселями – в Новом Горде и в поселке ГЭС. Они уже начали работать. К слову, в этом году в Автограде установили новые аттракционы. Лилия Агатина, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ. Это все новости на сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды сразу после новости на татарском языке. А я с вами прощаюсь. Не переключайтесь.